Сегодня 27 января, и мы в гостях у моей мамы. И, пользуясь случаем, я хочу расспросить её о своей родословной, потому что меня всегда интересовал этот вопрос семейного древа. Кроме того, хочется сделать такой подарок своим потомкам. Хочется, чтобы и мои дети, и дети моих детей не теряли связь со своим прошлым. О, отлично. Так что, начинай. Что ты знаешь о своей семье? Ну, я тоже урывками. Мы же все выходцы из советских времён. Тогда же никто вообще не знал своих корней. Все только смотрели светлое будущее и за него боролись. Поэтому тоже такие все воспоминания урывочные, что папа и иной раз, что у нас осталось в памяти, что мама. Такой даже, какой-то такой стройной системы у меня даже и тоже нет. А сейчас я жалею об этом. А вот сейчас другие времена, видишь, и тебе хочется, и я бы очень хотела. Ну, что вспомню, я расскажу. Расскажу, откуда вы родом. Получается, Машенька, вот по линии твоей мамы с папой, значит, по маминой линии вся моя родня совершенно не белорусы. Никакой белорусской крови у твоей мамы нет вообще. У неё капель. Её зато у папы так много, что, по-моему, мы с братом просто белорусы и всё тут. Да, потому что папа мой... Ну, давай сначала про папу. Это мой папа, твой дедушка получается. Он родом кубанский казак. Кубанский казак. Не Донской, есть Донский. Клименко. Клименко. Николай Андреевич. Клименко Николай Андреевич. Кубанский казак. Причём он русский. Потому что я спрашивала папе, а как же фамилия Клименко, мол, чисто украинская. А он говорит, что это нет, они там как бы жили на грани. И это давние-давние какие-то переселенцы. Мама его Кулик фамилия, а папа вот и Клименко. А мама Кулик, она была уже вообще мокровая такая казачка, папина мама. И вот он рассказывал, что папа был такой человек. Так, а всё равно, а почему фамилия такая у его папы, раз он русский? Ну вот, так, а ведь сейчас уже как бы доказывают, что истинно русские, это именно украинцы. Вот это русский народ. И они давние-давние переселенцы. И я говорю, папа, а как же ты ж, наверное... Он говорит, нет, у нас если шёл украинец по деревне, мы его по деревне, мы его это, по станице. Там, о, как это украинец. Ну, в общем, он считает себя русским. Русский, вы все его родня, и мама Кулик русская. И вот он интересно рассказывал про своих родителей. Это, получается, твои прабабушка и прадедушка, которые жили в станице Старощербиновской на Кубани. Это возле Ейска. Возле Ейска. И папа там родился. Мой папа, твой дедушка там родился. И вот, ну что, конечно, вот в память запала. Вот этот голод 33-го года. Он как рассказывал. Дедушка про него всё время говорил. Как были абсолютно все дома заколочены, целыми семьями умирали и всё прочее. Ну и вот папа его, моего папа и папа, мой, получается, дедушка твой, прадедушка, он этого голода не перенёс. Потому что он всё детям, 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 детей было пятеро. А перед этим у него забрали всё. Лошадей, там селка была, велка, в общем, полностью. Они были такой зажиточные. Они были более-менее зажиточные, да. Пришли, забрали велки, селки, ну всё. Говорит, бабушка на коленях волочилась, оставьте хоть мешок риса. Пятеро ж детей. Нет, всё забрали. Ну, в общем, и осталось, вот, он говорит, моя мать, как папа говорил, мать, с пятеро детьми. И вот он говорит, я не представляю, как... Но там четыре сестры и он один мальчик. Да, и он один мальчик. И говорит, конечно, я, говорит, вот уже там, не знаю, наверное, с семи лет ходил уже на охоту. Говорит, такое какое-то ружьё мне сделал сосед. И говорит, там подстрелю, то какую-то утку, то рыбу словлю. Вот откуда у дедушки вот это вот всё пошло. Да, всё тащить в дом, работает. Да, у него это осталось. Потому что он с детства вот тащил, какую рыбину в дом словит, какую эту. Потому что надо было выживать. И говорит, и как мать, говорит, нас пятером выходила, ведь я просто не представляю. Но младшая сестра, говорит, вот на печке уже лежала, она уже опухла от голода. И говорит, и я это помню. Те сестры были постарше, она самая младшая. И говорит, и поэтому папа ей уже помогал в течение жизни, когда она училась. Хотя она была вот из всех сестёр, он говорит, самая вредная такая была. Но он говорит, ну я как вспомнил, как она опухшая на печке лежала от голода. Вот он ей помогал, училась она когда-нибудь. Ну а дедушка такой был человек, он как-то всем помогал. Ну, дедушка был человек с принципом. У него как-то возможность была, ну, то есть он же был при власти, и он всем вокруг... Так а власть какая была? Советская власть. Он тогда был, по-моему, директор библиотеки. Это же потом уже его стали двигать, потому что заметили, он был такой... Между прочим, вот советская власть она кадры подбирала. Очень смотрели. Не так, как сейчас. Кто пролез, тот и пролез, наверное. Ну, я так думаю. А тогда присматривались, папа же был такой рассудительный, такой непьющий, такой все. Вот его стали двигать, причем он не хотел никуда двигаться. Ему хотелось ходить на охоточку, на рыбалочку и жить своим удовольствием. Он был секретарь Голубого партии в городе Барановича. Второй секретарь. И, кстати, в его честь, когда он умер, после этого, через пару лет, назвали улицу Барановича. Значит, да, есть улица Клименко. Ну, потому что еще вот я не дошла. Вот улица Клименко есть, а фамилии Клименко там уже не осталось. Из родни никого. Нет, почему? А, ну, тетя Мира только есть. А, тетя Мира. А, в самих Барановичах уже никого нет. Никого нет, да. Ну, с этой фамилией. Из нашего рода. Ну, и вот, если продолжать про моего папу, про твоего дедушка, ну, потом я уже про маму. Он пошел в 18 лет, значит, поступил он в танковое училище после школы. И, говорит, и тогда впервые я узнал, что такое спать на простыне, потому что до этого спали. Говорит, мать на ночь уносила, батька, пук соломы. Они все пятеро напалу на эту солому и вот и спали. А там вдруг дали простынь, все. И вот только он там чуть проучился, не знаю, год может или нет, и началась война. И он совершенно не обученный в этом танке. Он же рассказывал, что на учениях ни разу они танка не видели. Да, а тут их в этот танк и все. И, конечно, их там подстрелили, и деда контузили. Первый раз, когда он увидел танк во время войны. Когда уже ему сказали, есть стреляй немцев. Он даже, наверное, не знал, как он. Ну, я не знаю, с кем он там был. Не, ну, теоретически их там учили, конечно, чему-то. И он был контужен, все, его вытащили. Он был в плену, с плена бежал как-то там. Ну, потому что совсем пацан был. Так еще никто, может, и особо не... Ну, как-то там он рассказывал. Он рассказывал один раз, как он сбегал с плена. Он выпрыгнул с поезда. Да, вот тогда вот он подумал, что все равно смерти так и так. Потому что он был в форме, офицер в форме. А, это потом его сдавали местные, и он уже, когда был не в форме. Вот, так он выпрыгнул. Он говорит, я подумал, что все равно живу не оставят. Офицер, все, он же уже был как бы после училища все-таки. И он выпрыгнул и ходил по деревням. И говорит, и вот какой чудесный белорусский народ. Говорит, я не знаю, было ли так, ну, на Кубани. Потому что там, говорит, все такие зажиточные, такие гурголистые. Хотя люди, они везде разные, не будем об этом. Но, говорит, давали ему картошку. И, говорит, и на ночь пускали. Говорит, вот переночуй в сарае, но утром уйди, пожалуйста. Я помню, вот, когда у бабушки с дедушкой была, кто бы к нам не заходил, там, цыгане, еще какие-то попрошайки, вот, они по домам ходили. Уже, ну, в мирное, естественно, время, когда я была маленькая. И бабушка с дедушкой всегда приглашали на кухню, всегда кормили их. И всегда давали, там, каких-то или денег, или продуктов. И бабушка мне каждый раз говорила, что, ну, вот, во время войны, ну, как бы, их, их вот так вот тоже принимали. И поэтому они не могут отказать людям. Да, всегда. Вот, и это самое, ну, вот и что. Ну, и вот он ходил по этим деревням, и кто-то его сдал. Кто-то его сдал. И он, и он, это самое, опять попал, ну, он уже переоделся, все, и он опять попал в эту загородку, где якобы, ну, уже не где военные, но в какую-то загородку. И вот папа, он такой, вот, вообще он очень какой-то такой мужественный человек. С одной вот стороны это тяжело, мы очень сурово воспитывались. А с другой поражаешься его вот какому-то характеру такому. И он говорит, вот нас всех за эту загородку завезли, и стоит в калитке часовой. И он, и я говорю, ну что, куда нас дальше этапируют? Опять, говорит, куда-то потащат, повезут. Дойду ли я голодный, холодный, в одной, говорит, рубашке, а холодно, говорит, ну, явно смерть. И он, говорит, и я взял и пошел прямо на этого солдата. И, говорю, ну, который с ружьем там, караулил. И, говорит, ну, по-немецки, говорит, я знал немножко, говорит, как-то, ай, них-то солдаты. Ну, типа, я не солдат. И, говорит, и пошел мимо него. А было мне, я вот смотрю на своего сына, 18 лет, вот я вспоминаю. Это вот, ну, ребенок. А вот папе было вот столько лет, когда вот он пошел. И, говорит, а дядька, там стоял такой немец, говорит, уже такой пожилой. И он, говорит, скинул винтовку мне вслед. И я думаю, ну, и выстрелит. А он, говорит, так и не выстрелил. Не смог, ну, конечно. И, говорит, и я дошел до поворота, и как я потом бежал, говорит, папа рассказывал. Говорит, я этого не помню. Просто, говорит, я несся так, как это самое. Ну, я помню, дедушка про этот случай рассказывал, что вот он именно, там же было несколько часовых. И, как бы, он анализировал, через кого пройти. И там, ну, видимо, он не ошибся, потому что тоже, это же тоже человек. Ну, вот выстрелить пацана в спину. И сложно выстрелить вообще, в принципе, в человека. Даже эти немцы, я не думаю, что они прям все были такие жестокие. Ну, 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 в общем, ужасно это все. Ну, потом вот он тоже бродил-бродил, говорит, ночью где-то спал в стогах и искал партизан. Потому что куда-то издеваться надо. Не будет же он, не придет же он в деревню жить кому-то. Искал партизан, где прибиться. Ну, каким-то образом он уже нашел эти партизаны. И вот, и сразу вот его, этого мальчишку, дали ему отряд. Он сразу был командиром отряда, да не просто, а разведчиков на конях. Я вот его тоже спрашиваю. Папа, такому дитю тебе доверили целый отряд. А папа, вот с ним почему интересно было разговаривать, что он всегда говорил правду. Вот как оно было. Поэтому очень интересно, не так как вот, потому что я был герой. Он говорит, я говорю, ты что такой был герой, смелый. Он говорит, ну, какой героизм и смелый. Тогда тоже мы просто вот как бы жили, кто какой был. И говорит, и вот этот отряд этих разведчиков, говорит, ну, деревенские ребята. Дремучие, говорит, ну, это какой год, 41-й. Это сейчас уже в деревнях все продвинутые с телефонами и с компьютерами. А тогда, говорит, деревни были оторваны. Эти ребята все каким-то образом не попавшие, не знаю, в армию, говорит, дремучие, деревенские мужики. А я все-таки уже танковое училище что-то. И вот его, представляешь, поставили командиром этого вот партизанского отряда. Я не знаю. Вот. Ну, и в общем, так он, конечно, вот эту войну прошел этим партизанским отрядом. А потом так и остался в Белоруссии уже. Уже назад на Кубань он не поехал. Потому что он туда написал письмо, там что-то пришел. Он же не просто прошел войну, у него же там целая... Ну, конечно, да, да. Ну, а как? Все-таки они делали вылазки, они разведывали где что, они там... Говорит, ну, потому что вот такие, да, говорит, в принципе, мы действовали аккуратно, говорит, все продумывали. Не так, чтобы наобум лезть, говорит, а немцы в эти леса соваться боялись. Говорит, ну, единственное, вот, говорит, было жалко, когда гибли по глупости. Вот придет в деревню, там, напьется, ну, его или выдадут, или сами немцы нарвутся. Вот. Ну, и так, конечно, эти случайные пули. Так папа же ранен в ногу. Говорит, тоже они выскочили как-то в деревню, там что-то такое. А там, говорит, немцы. Мы развернулись, а они нам в спину. Ну, папа нога отомылась. Ну, все равно война же есть, война. Может быть, не так, как на передовой. Ну, партизан очень не щадили. Очень к ним хуже отношение было, чем вот даже к этой, которая с армией. Ну, вот, а потом уже, вот он потихоньку. Тогда же Барановичи было, сейчас Барановичи просто город. А тогда это был областной огромный центр железнодорожный, узел. И он там остался, и вот, как бы... Так он, получается, жил на Кубани, потом пошел в это военное училище, а потом его как-то забросило... Так не забросило, армия ж немецкая двигалась же через грецкую крепость, через Беларусь. И его сразу вот на эту линию и послали. Почему же он оказался в Беларуси? Что сразу вот на передовую к этим немцам. Ну, и потом он уже остался, и уже тут его, кстати, познакомили с моей мамой. Ну, сейчас я... А бабушка тоже не послала. Бабушка, бабушка, ну, теперь бабушке, расскажу про бабушку. Значит, бабушка, у него папа Мирошниченко, тут уже никуда не денешься, он украинец, украинец. А мама Федорова русская. То есть мама, получается, моя твоя бабушка наполовину, русская наполовину украинка. То есть получается, что ты больше русская, чем украинская. Ну, я, получается, на одну четверть, получается. Украинка три четверти русская. Вот. И это самое... И, ну, мама тоже, она... Их три сестры, три сестры. И дедушка... Все разные. Дедушка был очень интересный человек, мой дедушка, твой прадедушка. Он не мог сидеть на одном месте. А, он же такой был. Вот он только приедет. Во-первых, он был красавец, невозможный. И все время то ли к нему эти женщины цеплялись, то ли он сам мимо. Вечно какая-то история с этими женщинами. Ему говорят, уезжай, ты по-добру, по-здорову. Он собирался, переезжал. Где они только не жили. Все три сестры родились в разных местах. Мама, по-моему, родилась во Фрунзе. Вторая сестра Зоя в Одессе. А про бабушка все прощала? Ну как прощала? Они же развелись. Как-то разошлись. И вместе переезжали? Нет, разошлись. Бабушка осталась в Донецке, в Макеевке как-то там. А потом же они мирились и родилась через 15 лет третья. Третья. Восемь. Да. Она мира получилась. Потому что они через 15 лет появились. И она свадьмира. И бедная мира так пострадала из этого имени. Ее кругом вычеркивали. Потому что думали, что еврейский шарик. Она еще черненькая, маленькая. Все думали, что... Кудрявые волосы из-за того, что... Ну это же не здоровые волосы. Она же голодала. Она потому и маленькая тоже голодала. А все ее считали еврейкой. Да, подчеркивали. Она с медалью закончила школу, а в Москву поехала. А дедушка говорил, все мои дочери получат высшее образование. Значит, Зоя вообще все на отлично заканчивала, вторая дочь. Мама моя, она была очень такая более живая. Она не могла зациклиться только на учебе. Она была очень способна и все. Но она... Она хорошо. Она тоже в Москве закончила. Так вот, дедушка, он очень любил... Ну, твой дедушка, мой папа. Он очень любил вспоминать войну. Ну, потому что, наверное, все-таки это мужчина. Там, как они на конях, как доставали оружие и все. А вот мама моя, твоя бабушка, она вообще не любила вспоминать войну. Потому что они так голодали там. Она же училась и еще работала. Потому что какую-то копейку надо было. Никто ж не мог помочь. И раздавала кровь она. Сдавала кровь. И это карточки... Как-то там они менялись карточкой с дедом. Оказался там в Москве ее дядя родной. В общем, мучение, говорит, из одеяла пошила себе юбку теплую. Потому что вообще носить нечего. И еще плюс их, ну, как-то говорят, заставляли. Ну, и сами они, наверное, еще они на крышах дежурили. Вот эти зажигалки там как-то убирали. В общем, тоже хватило маме там сполна. Да плюс она, как она интересно рассказана, что тоже вот какие люди были. Я вот не могу этот эпизод не рассказать. Вот она говорит, мы работали, значит, ночью там поздно работали. А в нем надо было учиться. А спать хотелось невероятно. И говорит, и вот нас несколько там пять девчонок, которые и работали, и учились. Были и такие, что каким-то образом могли только учиться. Так мы сядем, говорит, на первую парту, чтобы не спать, чтобы слушать лекции, чтобы не спать. А все равно-то подопрешься, и, видно, все равно-то глаза закрывались. И говорит, и холодные, и все. И говорит, там вот профессор был у нас, несколько предметов он вел. Ну, кстати, у них брат Эренбурга вел. Очень, говорит, такой интересный человек. Который книжку написал. Да, люди годы живы. Так вот, его брат вел, говорит, эрудированный, умнейший, с юмором таким, говорит, заслушается лекцию. Так вот, этот профессор, ну, когда экзамены надо было принимать, он, значит, вот нас пять человек посчитал, говорит, вы, 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 вы. Говорит, а у вас я не буду принимать экзамен. Ну, которые спали на первой парте. Говорит, я вас приму отдельно, у себя дома. Говорит, мы все дрожим, все думаем, ну, все, это ж мы спали, и он видел, и все. И, говорит, и вот мы приходим к нему, и он, говорит, я не могу у вас спрашивать предмет, видите, какие вы голодные. И, говорит, и вот его жена нам там что-то собрала на стол, говорит, он нас накормил. А потом уже, говорит, что там мы отвечали, что не отвечали, уже принял эти экзамены у нас и отпустил. Так, мама еще там заболела тифом в придачу, уже там в конце войны получилось, или уже вообще война закончилась. И мама, говорит, вот тоже какой был ум. Я заболела этим тифом, а родители уже их занесло уже вот в Барановичи, вот откуда уже я родом. Дедушка тогда был проездом, потом дедушка поехал дальше из Барановича, вся семья так и осталась. И она, говорит, я так намыкалась за войну, я так, говорит, это самое, а распределение у нее уже, по-моему, было в Подольск, это под Москвой. Но он, говорит, ну я попросилась в Барановичи, я так хотела к семье. А еще там надо было диплом, она не успела. И этот профессор говорит, значит, ты едь лечись, а я потом тебя возьму обратно. И, говорит, ты вот какой был ум тогда. Я, говорит, и поехала, без документа, без ничего. Говорит, а ведь за год могло случиться всякое, мог и профессор заболеть, мог и забыть меня, и все. А, говорит, я поехала, без ничего, будто бросила институт. И, говорит, все-таки через год вернулась, он меня вспомнил, сказал, я свою студентку всегда возьму назад. И мама уже сделала диплом, и все. Ну и, в общем, мама таким образом оказалась в Барановичи, хотя я бы могла сейчас быть москвичкой. Потому что Подольск, это считает, они себя считают москвичами в Подольске. Ну, это все-таки близкие пригороды Москвы, они все себя считают москвичами. И меня бы не было. Нет. Ну, вообще, так и тебя бы не было. Да, и меня бы не было. Так что никакой москвичкой ты не была бы, у тебя вообще-то не было. Да, короче. Ну, в общем, а, так я же не сказала еще про маму, маминой корни, вот этой, твоей бабушке, да, корни. Про маму, а я про бабушка. Да, твоих, получается, про бабушка, вот Федорова. Ну, дедушка, что мы уже чуть-чуть коснулись, что был красавец невероятный, не мог сидеть на месте. Так, там, наверное, еще целая куча родней наши есть, которые мы не знаем даже. Ну, нет, он все-таки детей, у него только вот эти три дочки были, больше детей не было. Откуда ты знаешь? Ну, не факт, ну, не знаю, по крайней мере, не объявились никто, потому что мама моя была такой человек, что она бы приняла, и все. Ну, в общем, одним словом, да, вот это дедушка. А бабушка была у нас, значит, она кончила гимназию. По тем временам это считалось очень-очень образованность большая. Ну, вот в таких слоях, конечно, не дворянских, она уже кто кончал гимназию, и вот все ее сестры, у нее несколько, я не помню, четыре тоже или пять сестер у нее было, они все закончили гимназию. Все получили образование. А каким образом закончили гимназию? У них был еще брат. Это получается... Четыре сестры и брат. Да, твой праюродный, ну, вот прабабушка, это моя бабушка, твоя прабабушка, и у нее брат. Ну, понятно. Вот, так этот брат был невероятный человек, он, значит, был очень умный, он тоже там блестяще все закончил, где не учился, и его куда-то в кадетский корпус, как особо одаренного взяли, он его тоже закончил, был офицером, что для таких вот слоев было чудо. Причем за невероятную храбрость, за ум, за благородство, ему было присвоено звание дворянина. Дворянина. И он был еще не женатый. И вот он все... и какая вот у него была... какой-то был человек, когда ему вручали все эти грамоты и присваивали, он... И он говорит, и моя мама, ну, как бы мама, и вот его мама, он говорит, я не пойду, там все барыни, а я в платочке. А он говорит, нет, ты пойдешь и в платочке, и сядешь на первую лавку, и будешь гордиться своим сыном. И потом, значит, он получал неплохие деньги, потому что и звание, и чин у него было. И он все деньги, ну, там что-то оставлял себе, все присылал мамаша вам. И вот на эти деньги были выучены все дети, все сестры. И вот моя бабушка, твоя бабушка, вот получилась такая уже... Но по ней видно было, она такая... она очень следила за собой. Она очень любила быть красивой, причем вот до самых последних дней. Она вот не просто была бабка, вот она любила быть красивой. И мама надо мной все издевала. Ну, не то, чтобы издевала, подшучилась, что... Ну, Таня, как моя мамочка. Моя мама никогда не назвала, не называла, у них только мамочка. Она говорит, Таня, как моя мамочка, все хочет быть красивой. Ну, кто ж не хочет 14 лет, там, 15 быть красивой? Конечно, я там что-то... И она говорит, ну, вот бабушка вот такая была. Она все себя держала, ну, потому что просто гимназии закончила. Вот. То есть в твоем роду есть даже дворение... Ну, получается, присвоен, да. Ну, не такой, что уже там из поколения в поколение. Но звание дворястро ему как... А он был в каком-то бою убит. Он даже не успел жениться. Он был убит. Да, ничего. И сейчас, значит, все, кто только имеет отношение, уже вывешивают... Как моя говорит, боже, все уже повесили его портреты себе на стенке, что они дворяне. Ну, дворяне такие же, как и мы. Он всем был двоюродный дедушка. Ну, этим трем сестрам, у которых там уже лет... И это самое... Ну, все теперь уже, на стенках везде он висит. Ну, у меня тоже есть его портрет. Да, тоже. Он не висит, но портрет есть его у меня. Такой со всеми звездочками. Красивый. Ну, вот это получается мой двоюродный дедушка, а твой двоюродный прадедушка. Вот. Это что? Вот его фотография. Тут вот мы займемся, подреставрируем его. Тут вот какая-то уже трещина от времени прошла. Вот он со всеми в погонах, с регалиями. Вот такой вот он красавец был. Это получается Машин двоюродный... Двоюродный... Прадедушка. Прадедушка дворянин. Вот ему было присвоено звание дворянства. Ну, если уже коснулось фотографии, то это фотографии уже дедушки, вот. Который был у нас партизан и в танке горел. А вот это вот его какие-то мемуары. А это, да, придет время, ну, может быть, как-то, Маша... Ты читала эти мемуары? Читала. И что там? Я считаю, что у дедушки просто пропал... Салат? Да. Писатель. Писатель Алвата Льва Толстого. Вот почитаешь, настолько интересно, настолько художественно написано. Вот бывает, люди пишут кориа. Вот начинаешь читать их, вот даже некоторых писателей, которые признаны, не буду называть фамилии. Вот я страницу читаю, больше читать не могу, потому что коряво. А у дедушки, вот начнешь читать, невозможно оторваться, как написано. Вот, да. Так вот мы же отвлеклись сейчас, а речь у нас шла о твоей бабушке. Ну, в общем, она распределилась из Москвы, получается, в Барановиче, и там была она преподаватель, значит, в вечерней школе. И получилось, что это было прямо после войны. В Барановиче. В Барановиче. И вот эти все ребята молодые, которые не успели доучиться, пошли в армию, там, кто... Ось-ка, не царапайся. Вот. Они все, значит, были у мамы в классе, все молодые хлопцы. И вот они сидели, мама говорит, старше меня там. А мама была такая симпатичная, такая чернелая. И мама была очень веселая и юморная. И вот эта младшая сестра рассказывает, что в Москву были влюблены целые классы. Да, тетя Мира, которая на 15 лет младше. Она говорит, в Москву были влюблены, говорит, всем классом. А я, кстати, видела у бабушки целая пачка такая любовных писем. Да, так вот, так я же говорю, что вот эти все ребята, которые пришли с фронта, а тогда же вот, ну, дефицит был мужчин, потому что очень много погибло, но мама ее не испытывала никогда, потому что она была очень красивая, такая коммуникабельная, такая какая-то она была веселая, вот, да, такая жизнерадостная, да, жизнерадостная, с юмором. Она очень такая симпатичная. Да, но с юмором у нее было всегда, всю жизнь так и осталось. Мне бабушка вообще... Да, и она была очень добрым человеком, очень. Вот кто не зайдет в дом, вот малышня эта, ели ноги в музея и на кухню, и уже идет обратно с пирогом больше, чем голова ему, отца, голова. Ну, и как вот они познакомились, получилось, что судьба забросила и маму туда-сюда, вот в Беларусь, вот так вот, вслед за дедом, и истосковавшись уже по семье, она попросилась не в Москве остаться, а приехать к семье. Ну, хотелось, всю войну она одна мыкалась, говорит, так было сиротливо, так тяжело. Ну, в общем, она попросилась и, значит, с этого Московского университета, чтобы ее распределили вот к Барановичи, к деду. Ну, кончилось, что дед уехал, а они остались. И дед поехал, как всегда, дальше. Ну, а папа вот остался после партизан. Ну, и папа был такой рассудительный. Мама говорит, мы с девчонками на танцы. И там, значит, а папа же был такой рассудительный, не на танцы никуда не ходил. Папа, это твой папа. Это мой папа, твой дедушка. Книги читал, на юридический там поступал, все думал о судьбах мира, он все рассуждал. И, ну, а все-таки ж молодой человек, сколько там ему было после войны? 23 или сколько, я не знаю, вроде как и жениться же уже надо. Вот, а где же ему? И был такой грузин, тоже он каким-то образом был, то ли в партизанах, то ли остался после войны, а то они дружили. И этот грузин ему говорит, что есть одна девушка, такая чудесная, говорит, и фамилия, говорит, твоя землячка, Мершниченко. Потому что мама моя фамилия, получается, Мершниченко. Она говорит, земляки, вы одной крови здесь, в Беларуси, давайте мы познакомимся, познакомим вас. Ну, и мама, говорит, пришел, сидит, такой серьезный, говорит, это самое, ничего не говорит, а ему это, ну, моя мама, ну, как бы моя бабушка. Ну, это вот от лица, вот я своей маме говорю, она говорит, а мне мамочка говорит, что, ну, пускай хоть разденется, вот, Николай. А этот не раздевается и не раздевается, ни за что. Ну, потом как-то они с него стащили это все пальто, а там, говорит, а там подкладка вся в дырках, ну, после войны гуль, нищета. Вот, ну, в общем, как-то, каким-то образом, вот, уже познакомились, ну, так вот они как-то познакомились. И тоже, конечно, ну, после войны, вот, бабушка, он как-то переехал, вроде, к ним, или он забрал, а, он забрал всю семью, ему дали там какую-то одну комнату в доме где-то, но он туда... Дедушка мой забрал. Да, да, хотя мама говорит, чего мы переехали, у нас же был свой дом. Ну, говорит, ну, вроде как... Семью, это ее с сестрой? И с сестрой, и с бабушкой, и всех в одну комнату. И с мамой, то есть он... И мама говорит, почему бабушка не осталась, ну, ее мама в то, чего она с нами поехала. Ну, в общем, чудеса какие-то. И вот эта мама говорит, боже, говорит, отец же встает, говорит, твой муж что-то на кухне делает, говорит, ну, короче, они как-то подсмотрели, а папа встает, говорит, а у него кровь, горло, все, это язва такая открылась после войны. Во время войны никто не болел, а после войны вот такая у него язва открылась. После войны все начали болеть. И вот он потом всю жизнь лечил. Ну, вот дедушка со всеми орденами, я уже показывала, да? Да. Со всеми орденами, со всем. Вот. Ну, и там уже, когда образовалась семья, сначала вот всем же он забрал. Дед, конечно, был образцом благородства. Вот знаешь, как в этих, во всех фильмах советских. Да. Вот. То ли, ну, это такая пропаганда тогда действовала. Ну, вот по сути... Нет, это характер. Мне тоже кажется, что люди, они... Все равно все разные. Да. Но дед такой, как вот прямо из фильмов. Так, дед. Настолько правильный. Он правильный. Так он как сурово нас воспитывал. Мы жили, смотри, бабушка могла выбрать кого угодно. У нее там претендентов было. Да, да, да. А вот она, ну, не знаю, можно сказать, так прям сломала себе судьбу. Да. Дедушка, потому что он очень был таким суровым. Дедушка был только по его. Хотя, вот в молодости я помню, что они как-то веселее, конечно, жили. И они тогда вот и в гости ходили часто, и к ним ходили в гости. И папа так как-то помягче относится. Дедушка, он такой вот, ну, серьезный. Такой, ну, не знаю, для меня так занудный слишком. Нет, в молодости нет. А бабушка, она же такая была живая. Как она могла выбрать деда? Хотя она просто противополновеский. Ну, верно, притягивается. Притягивается. Но, может быть, и не зря. Ведь перед смертью бабушка, она же всех забыла, говорила только о том, как дедушка святые. Вот она, видать, его любила всю жизнь, хотя она очень страдала от его характера. Ну, дед был просто благородство, наверное. Ну, благородство как? Ну, он очень суровый, суровый очень был. И к детям сурово относился. Ну, суровый, но... Ну, я была девочка, ко мне чуть-чуть помягче. Ну, вот... Ну, травмированная психика, больной. Вот мой брат считает, что он ему вообще сломал жизнь. Ну, может, это не надо, на камеру вырежешь это. Ну, конечно, мы воспитывались в таких суровых обстоятельствах, потому что у дедушки было. Но, с другой стороны, он мог рискнуть свою жизнью и не раз рисковал, чтобы помочь ближнему. Ну, да. Так вот, я ему помогла. Вот мама говорит, как нам везло на этих утопленников. Говорит, а раньше собирались и поехали на озеро. Говорит, как сидеть, обязательно кто-то тонет. Говорит, детки давятся, все сидят. В общем, все стоят, смотрят, даже веревку не дали. Ну, это уже вот, когда ему было 70 лет, он последнего спас. По льду. Ведь по льду же нельзя идти по такому. Говорит, пацан в прорубь провалился. Провалился в прорубь пацан. И говорит, и как, не подойдешь же к проруби, потому что лед крошится, и ты ж туда за ним. Говорит, я лег на пузо, на живот. И полз, и полз. И потом какой-то сок взял, кинул этому хлопцу. А папа же суровый такой. И он говорит, держись, сукин сын. И вытащил этого хлопца. И говорит, и того был то ли шок, то ли что. И он бросился. И говорит, не спасибо, бежал. Ничего. Хотя, говорит, там у них кто-то, ну, говорит, тоже спас. Вот так на этом озере. Так, говорит, родители искали, по радио объявляли, чтобы найти этого человека хоть спасибо сказать. Ну, другого. Папа говорит, а мне, говорит, я даже знаю эту деревню, этих людей даже, говорит, спасибо, никто не сказал. Я помню же, в газете писали, там, когда дедушка кого-то спас. Даже в газете это писали. Ну, может, это другой случай. Так, самое интересное, что, говорит, рядом сидели, ну, это ж подлёдный лов, они на рыбалке были. Говорит, рядом сидел даже рыбак. Он говорит, а я видел, как ты полз. Так папа говорит, да ты бы хоть бы мне дал верёвку, чтобы я одной рукой держался за верёвку, чтобы не провалиться самому. Ну, вот такой вот дедушка был. Был неоднозначный такой противоречный. Да, неоднозначный. Да, с одной стороны, он, конечно, делал то, что мало кто мог бы сделать. А с другой стороны, вот он был твёрдых мнений. Мнение должно быть одно только его. И, ну, конечно, женщина никакая... Нам был-то человек-принцип. Да, никакая верх над ней взять не могла. Он был глава всему, глава всему. Ну, беспредельной честности человек. Ну, мне кажется, это поколение уже ушло. Ну, да. Потому что сейчас мы как-то... То ли жизнь такая, что нам надо выживать, и тут нужно быть более гибким, то ли что, то ли это такие осколки уже вот предыдущих поколений, которых сейчас уже не вымерли. Ну, вот такой вот был дедушка. Ну, а как он помогал всем? Он же всё-таки имел должность высокую очень, и как-то вот откликался на просьбы, а потом... Ну, а он откликался на просьбы, но за счёт вот его этого сурового характера вот очень часто люди, которым он делал добро, прям становились его врагами. За то, что вот он мог такое слово резкое сказать. Хотя он от тюрьмы людей спасал. А потом этот человек, я сама его знаю, это самое, ну, ещё там жила, знаю, он его просто спас от тюрьмы, потому что человек был невиновен, а его засудили. А он же адвокат же, да, он же юридический. Он написал такое письмо, составил, говорит, ты мне только расскажи правду и всё. Так этот потом находил, переходил на другую сторону, с ним не здоровался. Только уже когда старые, старые они были, он пришёл и говорит, Николай Андреевич, вы меня простите. Ну, это за счёт вот... Вот понимаешь, вот есть люди, которые, вот они, а-ця-тя, у-тю-тю. Ну, и хоть они даже подло сделают за спиной, но они вот у тетё, у тетё они хорошие. А дедушка, он сделает, он сделает человеку большое дело, чуть не жизнь спасёт, а тюрьмы спасёт. И с ним ещё люди не здороваются, ещё и доносы на него пишут. Ну, потому что он такой суровый. Ну, да, суровый такой был. Человек, в принципе, он и сделает, он даже сделает большое дело и может так читать. И так скажет, что человек обидится на всю жизнь. Ну, цик за слово в карман не лезет. Ну, потому что он это делал не как бы из других побуждений, именно из чувства своего благородства, какой-то справедливости, а не чтобы его считали таким... Да, он делает это только со своих принципов. Поэтому он, конечно, на самом деле неоднозначный очень. Да и бабушка неоднозначная была. Бабушка тоже была. Она была как бы с одной стороны, она была со всеми, она была такой компанейской, всё, но какой-то вот такой вот прям очень близости от неё не чувствовалось. Не чувствовалось. Она как-то вот всё время была вроде бы как бы и со всеми, но и ни с кем. Вот я её дочка вот так вот, чтобы как-то так вот доверительно или что, хотя она бесконечной доброты могла маму отдать. Вот всё в доме забирай, бери, и сама последнюю копейку всё. Но вот так вот душевно, как ни странно, папа может быть был более... Потому что он сядет и говорит, ну давай побеседуем. Вот он пытался разведать, поговорить. Да, вот он прям залезет вот в душу. Бабушка нет, она была... Но я думаю, что это из-за того, что вот ей не тяжело жилось с дедушкой. Она уже выживала, как могла. Как Оська. Выживала, как могла, потому что характер у дедушки был, конечно, сложный. Так, иди отсюда, кусака. Ну вот так, ну и всё. Что я так пока могу вспомнить, может потом ещё не попадать. Так, вот пришёл мой папа. Сейчас он что-нибудь расскажет про свою семью. Маргарита. Ну я уже сказала, что ты белорус, Белоруссии не бывает. Что измажали папу. Папа про своего деда. Поэтому и дети наши белорусы, что ты перебил своей белорусской кровью и вообще всё. Расскажи про деда. Ведь он тоже был довольно необычным человеком. Не простой какой-то селенин, а он же был кузнец. Кузнец, да. Его все уважали. Кузнец, конечно, на деревне. Это большое дело. Так он же был небрачный сын пана Савицкого. Ой, ну это... Ну это такие слухи. А это неизвестная его фамилия. Его фамилия была Савицкий. Так что неизвестное, что дедушка моего папы был небрачным сыном Савицкого пана Савицкого. Да. И фамилия его была Савицкого. Говори сам, что ж мы за тебя говорим. Ну так вы говорите лучше. Нет, говори, говори. Ну, дедушка у меня был такой, так сказать, сам он был кузнец. Когда-то они до революции, когда жили с бабушкой, так имели там, по-моему, 13 гектар. Зажиточные были. Да. И когда, так сказать, прямо перед революцией думали, что же им делать, или делать много, покупать всяких, так сказать, всяких коров и всяких условий. Скота. Скота, да, еще чего-нибудь для сельского панелька. Селки, вилки. Да, или дом хороший ставить. И решили сначала купить вилки, селки, да. Лучше бы дом поставили. Если бы дом поставили, были бы в Сибири. Когда пришла на советскую власть, то получилось так, что они остались с этой времянкой, с моим домом, в котором я жил все время. А эти всякие животные, селок, вилок, забрали в колхоз. Может, после этого моего деда не раскулачили. А так бы, может, и раскулачили. Ну, и он же был кузнец, тоже тут подит и раскулачил. Человека, который, так сказать, один на деревне. Занимается своими ремеслами. Причем он был, работал, не был, а, так сказать, когда обучался кузнечному делу, обучал его такой кузнец, который стоит на скульптуре, так сказать, в Хатыни. По-моему, его фамилия Каминский был. Этот, он единственный, оставшийся в живых там, такой старик. на скульптуре. Это и есть, на самом деле, этот кузнец, который в живых остался. Так вот, он, как ни странно, обучал моего деда, так сказать, кузнечному искусству. Вот он там обучался, и поэтому справили ему сапоги, за это дело, еще что-то. Ну, и он самое главное, что приобрел эти все мастерства кузнечные. Ну, и, конечно, это же кажется, что это же вообще, что кузнец это там, на деревне абсолютно все. Гвоздики, квадратники, замки, серпы. В общем, без кузнеца. А замки вот такие вот здоровые. Без кузнеца, конечно, никакой жизни в деревне быть не было. И к нему же приходили даже советоваться, он же такой еще был. Какой-то довольно мудрый человек, если вся деревня к нему советоваться приходила. По своим личным делам. Ты рассказывал. И такое бывало. Ну, самое главное, что, конечно, у моего деда было четыре сына и одна дочка. Мама твоя, дочь. А что это за история, подожди, секунду, прерву. А что это за история, что вот этот вот пан Савицкий, он даже знал о своем внебрачном сыне и помогал ему? Ну, это когда-то такое, когда-то такое, что-то такое. Слушай, прошел. Рассказывали про... Ну, мама твоя говорила, что только так и было. Поэтому это ты не веришь. Ну, как потом выясняли, не выясняли, так потом и не поняли, откуда. Это вроде бы фамилия Савицкого, именно фамилия этого помещика, который, так сказать, который, ну, сделал, что ли, какого-то одного из дедушкиных предков. Ну, то есть он даже не скрывал, ну, как бы все знали, что это его внебрачный сын, и он помогал даже ему. И, наверное, что же не спрашивал? Тут у меня темно. Я сколько у мамы не спрашивал, она в конце концов толком мне не ответила, откуда пошел слух про этого Савицкого, как связан помещик. То есть он в Америке 100% считает, что... Так мне, например, мама, когда Коля ей сказал, что ну, Таня такая, у нее там дворяне даже в роду, то мама сказала, ну и что, что дворяне, ты тоже потомок пана Савицкого. Это я даже сама слышала. Так, хочешь, Коля, не царапайся. Ну, в общем, есть шанс. Есть шанс, да. Что с двух сторон дворяне. Да. Так. Ну, так а про сыновей вот это, конечно, такое редко бывает. Да, ты говорил, что четыре сына. Да, четыре сына. Ну, конечно, когда, так сказать, мало того, что батька, так сказать, кузнец, так еще четыре сына, причем сыновья взрослые, к войне, так сказать, они были взрослыми мужчинами. Да, один из сыновей, конечно, умер в лет 10, просто так, ну, как всегда в деревне, что-нибудь такое, по случайности. Болел как-то, и, так сказать, случайно получилось так, что он действительно и умер. Мама и бабушка оставила, она кого-то его куда-то уехала, куда надо было, и на полдня приехала, а он уже взял и умер. Ну, такое бывает. Но остальные трое, как пришла война, получилось так, что, в общем-то, все оставшиеся три сына погибли на войне. Один фартизанок, на него, так сказать, ходила в какую-то, по-моему, какая-то деревня Багута. И они около этой Багуты, немцы сделали такую засаду, и эти партизаны шли, и они их там постреляли. А остальные, так сказать, двое братьев оставшихся пошли. После того, как наши освободили Беларусь, их забрали, одного из них, то ему и положено было быть старшим в армии. А, так сказать, младший совсем был, лет ему было то ли 16, то ли 17, ну, короче, непризывной возраст. И вот батька ему, так сказать, на коленях стоял, его умолял, чтобы он не шел в армию. А этот шел за компанию, говорит, пойду вот с Иваном вместе за компанию. Ну, вот они так за компанию и погибли, так сказать, когда наши брали. Последний день войны, последний день войны, так сказать, брали этот Кенисберг, нужен кому-то. И там столько положили наших. Я когда-то этот Кенисберг ездил туда смотреть, просто на какую-то ту самую, ну, нас возили туда, ну, и в курсе. Так это просто какое-то страстное дело. Что там немцы понастроили? Просто такую крепость, которую они строили там веками. И наши эти крепости почему-то брали в последние дни войны. Кому она там нужна была, эта крепость. Уже, так сказать, брали, и последняя, я говорю, самая последняя. Ну, не жалели вообще людей. Не жалели никого. И вот положили это половину Беларуси. Там как раз всю эту Беларусь, которая здесь отсиделись якобы, вот их туда всех запустили, брать эту Кенисберг. Вот двое наших там и поехали. Где-то остался, так сказать, один с бабушкой, с мамой. Ну, второй дедушка, у меня тоже, кстати говоря, такой, у меня, как ни странно, эти дедушки такие специалисты. Второй дедушка, он бандарь. Это достаточно редкая должность. Это такой человек, который делает бочки. У меня все свое, все свое. Свои, это совершенно другое, так сказать, свои какие-то... Вот откуда у меня вот эта тяга к ремеслам. Да, Свои приспособления, все свое. Деду пальцем не заткнешь. Да, да, да. Кровь не водится. Да. Эти бочки, тут же, конечно, там целая куча народа, которые тусуются, конечно, без бочки то же самое, что и без... без этого, без серпа ничего не сделаешь. Никуда, ничего... делаешь. Особенно в том время, когда ничего не было. Все, никакой непромышленности, ничего это государство не поставляло. А твой папа был же адвокатом тоже? А, судьей. Мой папа, да, был судьей. Получается, и один дедушка адвокат, и второй юрист. Два твоих дедушка юристы получили. Тоже же образование. Мой же папа тоже юридически закончил. Это он просто пошел уже по такой линии партийника. Ну, просто некуда было идти, потому что он пришел после войны, уже в возрасте, а не мог два плюс два прибавить. Ему, кроме как у юристы, идти просто некуда было. Иногда он даже, когда дела какие-то вел, а там были масса дел насчет раздела имущества. Так вот он меня спрашивал, как можно разделить две третьих одну часть или одну третью. И я ему объяснял. Я не мог. Было такое математическое. А бабушка наоборот была бухгалтером. Да, бабушка бухгалтер. Вот тоже собравились. Один не мог два плюс два прибавить, а другой был бухгалтер. Один не мог в дроби понять, что такое. Рома говорит, что дедушка такой прям был заумный адвокат, все там, причем какой-то крутой адвокат. Он же был... Он судья. Ой, не адвокат, судья. Судья. Причем он судья, чуть ли там не Минска был. Да, так в Минске он был. Нет, он был судья не Минска, он был судья Минского района. Но в Минске же это... Минский район, но это Минский район. Рома говорит, что дедушка был таким заумным, а бабушка вообще простая, простая. Ну, бабушка Вера. Так это было? Бабушка была просто бухгалтером, да. Это считается, что простая. Как вообще дедушка на ней женился. Бабушка была совершенно непростая. Она хоть и была бухгалтер, но, наверное, вот эта кровь советских не играла. Потому что она была такая горделивая, такая она была... Эти фотографии, все фотографии этих молодых, мамы, они всегда все такие были симпатичные, такие... Ну, бабушка была с таким чувством собственного застоя, с тем, что ее и выиграли. Так она же до старости красила губы в красный цвет, я помню. У нее помады были все красные, она ходила, красила губы не так, как обычные там бабки сидят возле подъезда, красила губы. Ну, мне, наверное, тоже играла эта кровь советских, потому что она была очень с таким понтом, как вот сейчас говорят. Такое, что... вот когда они встречались, это было интересно. Моя мама и Колина мама. Моя мама, хоть она такая и кончила университеты эти московские. Она была, она и пошутит, она и... и она сразу на контакт шла, а бабушка уже Колина мама уже с таким понтом, лишнего слова не скажет, все свысока смотрит. Моя мама... А свысока, потому что вы из Барановича, и она из Барановича... Ну, наверное, поэтому, ну и вообще, знаете, польска не сгинела, да. Ну, не знаю, что она там считала, какую она там уже партию хотела своему сыну, наверное, не такую, как я, а покруче. Ну, это нормальная была партия. Почему нормальная? Потому что... Ехала из Баранович, захватила... Ты же рассказывала, каким папа был в институте, там, и без зубов, и весь прыщавый, и ты такая красавица. Ну, и все, еще бабушка другой партию хотела. Понимаешь, что я не сомневаюсь, что у них кроссовицкая, потому что папа, несмотря на это все, что он был такой ужасный, выбрал самую красивую девушку. Выбрал самую красивую девушку. Во-вторых, он себя считал красавной, и считал, что я в него влюблена, прямо вот с первого курса. Хотя я вообще его знать не знала. Он считал, что он красавица, что я в него влюблена. Все. И до сих пор, наверное, так считает. Ну, вот для мужчины самая главная уверенность, я считаю. И не важно даже. Еще какая. И еще какая. Все остальное, не даже материальное положение, не важно. А вот уверенность женщины всегда чувствуют. Вот так и получилось с твоими родителями. Дошли, наконец, до родителей. Редактор субтитров А.Семкин